Добрый день, коллеги. Идеальный DLP. Лично для меня при слове «идеальная» первое, что приходит на ум – это «идеальная женщина». А если спросить конкретно, кто такая идеальная женщина, в ответ можно услышать на самом деле очень много критериев. Некрасивая и хорошо готовит. А возможно ли при таких ассоциациях применить термин «идеальный» к DLP? С точки зрения философии, получается, что идеальный DLP – это та система, которой не существует, а ее функции продолжают выполняться, причем эти функции со стопроцентной нагрузкой. Представить это достаточно сложно, поэтому для простоты введем несколько условных критериев идеальности. Первый критерий – появляться в нужный момент, в нужном месте. Я уверен, что в жизни сталкивались с таким. Сейчас же система стоит везде и контролирует все. Следующий уровень – самоисполнение. Когда все действия в системе выполняются самостоятельно, без участия человека. В принципе, понятный уровень, но сейчас мы еще все участвуем в процессах создания правил, их оптимизации и в реагировании. Хотя критичные данные в тексте ищутся уже самостоятельно, но мы только говорим, какие из этих данных критичны. Следующий уровень – функция. Система становится функцией, то есть появляется в нужный момент, в нужном времени и выполняется без участия человека. Ну и космос, наверное, самый идеальный уровень, когда даже функция перестает быть нужной. Такое тяжело представить, потому что все вокруг нас должно стать идеальным. И люди, и общество, и организация, и даже информация. Возьмем эту линейку уровней и увидим, что на самом деле от единицы, до единицы, у нас есть еще некое расстояние. И вот как раз на этом расстоянии мы и находимся. Дело в том, что покупая коробочку DLP, мы получаем коробку с технологиями. Которую, как конструктор Lego, мы видим, что на картинке, понимаем, что должно получиться в итоге, но процесс сборки зависит только от нас. И в итоге может получиться совсем не то, что нарисовано. Когда я впервые познакомился с этой коробочкой DLP, для меня было даже сложно представить, как это все сможет работать у нас. Какими параметрами должна обладать система, чтобы обеспечить обработку более 3 миллионов сообщений в сутки и переварить через себя более 15 терабайт трафика. К этому моменту уже достаточно был пройден путь, но мы все равно еще находимся на самом начале. По сравнению с 2014 годом, размер KTS вырос более чем в 5 раз, для того, чтобы система смогла переварить такой объем. Но вместе с KTS развивался еще и внутренний код продукта, который позволил нам перевести систему в разрыв, чтобы обеспечить, реализовать онлайн-появление защищаемой информации с возможностью приостановки до принятия решения офицерам безопасности. Но и это произошло не сразу, и это было на самом деле тяжелое решение, потому что нам пришлось разрывать бизнес-процессы. Помимо таких глобальных изменений, есть еще более мелкие, которые сложно описать одним словом. Например, внедрение системы занимает чуть больше года. Причем одна из проблем здесь то, что нет четкой методики расчета конечного оборудования, что приводит к повышенной нагрузке и дополнительным затратам в процессе эксплуатации. Также в рамках эксплуатации можно столкнуться с тем, что на создание и поддержание тестовой лаборатории на мощностях вендора у него может просто не хватить ресурсов. Также с точки зрения реагирования тоже можно столкнуться с проблемами. Например, в интерфейсе системы нет возможности выбрать колонки, которые будут выгружаться. Только то, что счел производитель нужным. Также у нас руководители реагирования сталкиваются с проблемой, что у них отсутствует возможность посмотреть историю инцидента. Кто брал его работу и менял вердикт. Они видят только последнее выполненное действие. Можно продолжить перечисления, и у вас могут быть свои нюансы. Мы предлагаем сформировать следующие критерии к системе. Первый критерий – масштабируемость и гибкость. Когда каждый компонент системы должен, может быть, дополнен для увеличения производительности или изменения его роли в системе. Сейчас добавление нового узла в систему сопровождается перезапуском всех сервисов на всех узлах, что приводит к прерыванию бизнес-процесса. А это недопустимо. Хотя в интерфейсе это происходит всего лишь за несколько кликов. Прозрачность. Система должна быть незаметна для бизнеса и не создавать ощутимых задержек для бизнес-процесса. И также их не нарушать. Следующий критерий – эффективность и простота контроля. То есть правила контроля должны создаваться в системе предельно просто. По следующей схеме – предмет контроля, условия детектирования и информирования, и применение контролируемым каналам с максимальной эффективностью. Как пример, можно взять алгоритм Луна, который применяется к банковским картам. Но если его включить из коробки, мы получим уровень ложных срабатываний более 80%. Только благодаря внедрению дополнительных проверок на числовые последовательности нам удалось снизить этот уровень до приемлемого, хотя до 0% мы еще не достигли. Открытые системы – это возможность подключения различных источников и справочников, позволяющих повысить эффективность расследования. Такие могут быть, как и коробочные решения типа ВПО или спам-фильтра, так, возможно, какие-то кастомные, которые есть у вас в вашей организации. В качестве примера можно привести то, что у всех DLP-систем есть интеграция с контроллером домена для получения информации о пользователе, ну, самый простой, там, e-mail и e-fio. Однако часто в расследовании требуется обогатить эту информацию, а никакого встроенного механизма нет. Защищенность включает несколько параметров, они, в принципе, простые, но перечислю те, на которых стоит обратить внимание. Это ограничение контроль доступа, гибкоролевая модель, шифрование и маскирование хранимых данных и логирование всех действий пользователей передачи их в СИЭМ. И последний критерий – это надежность. Включает в себя балансирование, виртуализацию, кластеризацию и отказоустойчивость. В принципе, понятные параметры, они не нуждаются в пояснении. Конечно, это не конечный список, но он позволяет вам обозначить то, что вам нужно сейчас и увидеть границы будущего, куда вы должны стремиться. А для нас эти критерии позволили по-другому взглянуть на определение DLP-системы. И получается, что система DLP является системой только тогда, когда сама становится частью организации. То есть не просто мы заблокировали какую-то информацию, а попытались связаться с владельцем бизнес-процесса и изменить этот бизнес-процесс таким образом, чтобы данная информация более не попадалась. Поэтому не надо ждать счастья, когда появится идеальная DLP-система. Ведь сам путь к вашей идеальной DLP-системе – это и есть счастье. Спасибо за внимание. Вопрос простой. Вы работаете в Сбербанке, занимаетесь DLP. Мне интересно, я думаю, и слушателям в зале, какие объемы данных проходят через вас в одной из самых крупных корпораций России и Дарьи Мира. Ну и расскажите подробнее о том, с каким объемом вы работаете. Да, спасибо за вопрос. На самом деле я в презентации говорил, упоминал эти цифры приблизительные. То есть наша система сейчас позволяет обрабатывать более трех миллионов событий в сутки с суммарным объемом трафика более 15 дарабайт. Если не секрет, какое количество нарушений вы встречаете в течение дня и какое количество ресурсов вычислительных используете для поддержания системы? Ну, к сожалению, я точной цифры не могу вам сказать, потому что раскроет нашу все-таки инфраструктуру и наши инциденты. Но могу сказать то, что для расследования инцидентов у нас есть целый отдел, в котором работают более 25 человек. А если не секрет, как это коррелируется с количеством событий тех, которые в принципе определяет DLP, тех, которые попадают у вас в СМ, ну так процентное соотношение? Но насколько критичных событий меньше, чем общих событий в принципе? Понимаете, критичные события, для того, чтобы они стали критичными, для того, чтобы их можно было обработать, нужно снизить уровень ложных срабатываний до приемлемого уровня. То есть сейчас у нас это составляет уровень, которого мы пытаемся добиться, и события приводятся в критичные, когда политика работает, уровень ложных срабатываний меньше 15%. Вот, это, ну, в принципе, понятное, наверное, и... То есть то, что можно разобрать физически руками? Да, то, что можно разобрать и подтвердить.